Всем привет! Давайте с вами представим себе сразу ситуацию. Начну сразу с воображения. Представьте, что перед вами какой-нибудь большой новый проект, который вы хотите начать делать, ну или вам нужно его начать делать, и неопределенность настолько высокая, что, блин, даже непонятно вообще, как к нему подступиться. И вы так начинаете потихонечку попрокастинировать, думать, ну ладно, сейчас я сделаю понятную задачку, быстренькую таску закрою, бак закрою, и потом вот сюда. И проект откладываете, откладываете, откладываете. Кто хоть раз был в такой ситуации, поднимите руку. Ага, отлично. Значит, все не зря. Напомню слова Андрея Сибранты, который сегодня утром выступал. Несмотря на то, что конференция называется CodeFest, сюда кто-то позвал продакта, то есть меня. Поэтому сегодня буду рассказывать, как такие штуки затаскивать, как к ним подступаться на примере продуктового проекта. Но будет круто, если у вас сейчас есть какая-то идея или какой-то проект, который вы хотите затащить и не знаете, как к нему подступиться, чтобы вы параллельно вместе с моим примером мысленно перекладывали это на себя. Тогда вам будет проще и в конце вопросы мне задать, и дальше уже как-то это применять на практике, а не просто послушать и уйти. Окей, но начну я с небольшой истории. Как я докатилась до жизни такой, откуда у меня большой новый непонятный проект, и что это такое. Дело было летом, в августе. Я шла на вантование со своим руководителем. У нас летом поменялся руководитель, произошел реорг. Мы очень сильно меняли нашу структуру и меняли то, чем занимается наш кластер в Авито. И, соответственно, я была как раз в той команде, которая плюс-минус завершила свой проект, потому что мы уже дошли прямо до потолка и думали, чем бы заниматься еще, чтобы дальше продолжать расти и метрики, и наш бизнес. Ну и, соответственно, вот руководитель со мной шел и говорит, а не хочешь взять себе стрим активации новых пользователей? Ну и я подумала, окей, хочу заниматься чем-то важным, мне не хочется заниматься перекраской кнопки, надо подумать, и я вернусь с ответом. Для того, чтобы все понимали, что такое Авито, как примерно мы устроены, сейчас расскажу, что это и где там примерно активация новых пользователей. Глобально мы Авито делим на вертикали и горизонтали, у нас также делятся команды внутри компании. В вертикали — это когда вы хотите либо купить, либо продать что-то конкретное, например, вы хотите купить себе машину или вы хотите купить себе утюг. Ну, согласитесь, то, как вы будете это делать, сильно отличается. То же самое с продажей. Есть горизонтали. Это как раз люди, которые отвечают за кросс-вертикальный опыт, когда неважно, что вы хотите купить, вы хотите купить. Вам нужно прийти на площадку и разобраться, где здесь кнопка «купить», а у нас нет корзины и вообще что с этим делать. Или вы хотите что-то продать, вы должны понять, как выложить объявление. Глобальная цель компании, фокус-компания сейчас на трех вещах. На росте GMV, то есть деньгах, на кастомер-хэппинес, чтобы пользователям было удобно и комфортно, и на безопасности, если хотя бы раз пользовались Авито, да и не только Авито, понимайте, что мошенников сейчас очень много, и с ними надо как-то бороться. Вот я нахожусь в кластере опыта покупателей, и, соответственно, цель, в которую мы бьем, цель компании — это кастомер-хэппинес, чтобы нашим пользователям, а именно покупателям, было классно, понятно, и, соответственно, мы целимся в то, чтобы сделать безупречный пользовательский опыт от возникновения потребности до момента, когда вы получили свой утюг или свою машину, она работает, все классно, и вы можете этим пользоваться. Соответственно, где здесь активация новых пользователей? Суперважно, когда к нам приходят новички, сделать так, чтобы они вообще поняли, что происходит, как Авито пользоваться. Как думаете, откуда сейчас на Авито большой приток новичков? Что в мире происходит, что закрывается? Откуда к нам идут? Аренда недвижимости, да, самая большая штука, откуда сейчас приходят новички, потому что Booking и Airbnb из России ушел, ну, люди все еще хотят куда-то путешествовать, даже по России куда-то ездить, арендовать где-то жилье нужно, ну и приходят на Авито. А теперь представьте, кто хотя бы раз что-то арендовал на Booking или Airbnb? Поднимите руку. Ага, и вот теперь представьте, насколько сильно отличается опыт там и опыт здесь. У нас на Авито нет кнопки забронировать, которые автоматически все делают. У нас надо списываться с покупателем, узнавать у него, освободны ли эти даты, то есть флоу совершенно другой. Все эти люди приходят к нам, ожидают тот же самый флоу и видят совершенно другое. От того, насколько классно и прикольно им будет первый раз пользоваться Авито, будет зависеть то, захотят ли они дальше вообще оставаться на площадке и продолжать пользоваться этим сервисом, а не уходить на какой-нибудь, например, островок. Дальше я посмотрела на метрики, посмотрела вообще, много ли новичков или нет, потому что казалось бы… Ребят, кто знает Авито? Кто хотя бы вообще раз слышал, что такое Авито? Ага, круто. Кто хотя бы раз покупал на Авито? Посмотрите, примерно, ну, как минимум в два раза меньше рук сейчас точно было. То есть несмотря на то, что Авито знают очень многие, именно пользуются и именно покупают Авито далеко не все, поэтому потенциал по новичкам здесь все еще есть, и это довольно существенная доля в наших годовых пользователях, которые к нам приходят. Ну и, соответственно, я на все это посмотрела, подумала, блин, прикольно, наверное, это все-таки важно для компании, вернулась к руководителю, сказала, да, круто, мне нравится, я хочу этим заниматься, и мне руководитель сказал, отлично, готовь все к защите в компании, будешь рассказывать, почему это важно, и что ты планируешь делать. И тут я подзависла. Думаю, окей, а что я планирую делать? И вот здесь вот начинается как раз вот тот самый большой непонятный проект. У меня есть примерно тема, я понимаю, что я хочу заниматься новичками, понимаю, что это важно, а что делать и вообще с чего начинать, непонятно. Ну и вот здесь, соответственно, сделаю такое небольшое отступление, у нас в компании есть прям выстроенный процесс того, как мы защищаем новые инициативы, мы собираем продуктовый комитет, к нам приходят CPO, CTO и еще много других важных лиц, которые слушают то, что я расскажу про новый проект, и в итоге дадут мне зеленый, желтый или красный свет. Совсем не важно, есть у вас в компании этот процесс или нет, в нем есть одна очень крутая штука, которую я на самом деле показываю многим и рекомендую ее использовать. Это то, как мы подходим к самой защите, то есть то, на какие вопросы мы отвечаем, для того, чтобы дальше построить свой рассказ. И вот эта штука на самом деле важная, потому что, кажется, ее можно адаптировать практически в любую компанию. То есть это те вопросы, которые уже немножечко вас приземляют на то, что конкретно начинают делать. То есть это не просто белый лист бумаги, когда нужно защитить что-то непонятное, какую-то новую идею, а перед вами уже есть конкретные вопросы, на которые нужно ответить, ну и дальше уже от этого хоть какие-то мысли начинают идти. Что здесь самое сложное? На самом деле самое сложное здесь ответить на первый вопрос, потому что дальше какие долгосрочные цели, какие метрики, план на ближайшую итерацию, родмэп, вот это все, оно все на самом деле дальше выстраивается после того, как вы отвечаете на самый первый вопрос. О чем вообще эта штука и почему это важно для вашей компании? И здесь все еще суперобщие, супернепонятные вопросы, все еще непонятно, как к нему подступиться и с чего начать. И вот здесь я разложила себе эту историю на несколько этапов, и сейчас на примере как раз новичков расскажу, что конкретно я делаю. Ну, первый этап, на самом деле с него начинается любая продуктовая штука, абсолютно любой проект, Discovery. Нужно в себя впитать и вгрузить как можно больше информации по теме, которую вообще вы сможете найти. И здесь на самом деле фишка не только про какой-то продуктовый проект. У меня, например, есть Team Lead компании, который точно по такому же плюс-минус фреймворку защищал техническую штуку и обосновывал, почему нам надо некоторые штуки привести на новую архитектуру и в целом успешно с этим справился. Чего я здесь выделяю? Мы потом пройдемся поподробнее по каждому пункту. Поговорите с людьми, которые когда-либо этим занимались в компании, в вашей компании или не в вашей компании. Посмотрите, какие есть исследования, какие есть цифры, что по аналитике, и посмотрите на рынок. Вот давайте по каждой теме пройдемся подробнее, что там смотреть. Если говорить про людей, подумайте о том, какие люди в вашей компании раньше занимались этой темой. То есть, например, если говорить про новичков, то я смотрела, а была ли вообще раньше тема опыта работы с новичками в авито, с покупателями или нет. Если этой темы не было, возможно, какие-то люди занимались отдельными проектами про эту тему, ну, может быть, не целиком, но какими-то маленькими кусочками. Возможно, в другом каком-то отделе были похожие проекты на эту тему. То есть если говорить про новичков, фокусно покупателями, новичками в Авито не занимался вообще никто. Но, тем не менее, были отдельные проекты в разных вертикалях, там что-то автошники пытались смотреть на новичков, недвижка пыталась смотреть на новичков, и в целом можно было с ними поговорить и поспрашивать, что они уже делали, и что они узнали, и что они получили. И плюс у нас в кластере продавцов был точно такой же стрим, то есть прям был продакт, который отвечал за точно такое же направление, только в продавцах. Вот с ним я поговорила, и у него я как раз узнала очень много того, на какие грабли не надо наступать, а на какие он уже наступил. Дальше. Дальше смотрим на исследования. Основная цель, когда вы ищете исследование, это качественно погрузиться в проблему и понять, что, собственно, болит. То есть если мы говорим про продуктовые продукты, то мне здесь важно понять, а что происходит у пользователей, и почему новичке это важно, где у них болит, почему они страдают. То есть что мне для них нужно сделать, для того чтобы им стало хорошо. Если мы говорим про какой-то технический проект и так далее, как вот мой разработчик затаскивал, то в основном он общался с разработчиками и спрашивал, почему больно им жить, например, в монолите. У кого можно эти исследования взять? Если вас интересуют пользователи, как правило, очень много исследований у маркетинга, очень много исследований у исследователей, или, как ни странно, если такие в компании есть, если нет, то можно посмотреть у дизайнеров. Наши дизайнеры часто делают конкурентные анализы, когда рисуют какие-то фичи. Очень много всего у продаж и поддержки, потому что эти ребята постоянно работают с клиентами, и у них просто как минимум дофига жалоб, с которыми проходят пользователи, и можно тоже это почитать. Что я нашла про новых пользователей? Действительно, у нас в маркетинге ежегодно проводится исследование восприятия Авито, то есть насколько людям нравится Авито, с какими проблемами они сталкиваются, с какими потребностями вообще они к нам приходят, то есть можно понять качественно, что происходит с пользователями. Ну и многие вертикали делали CGM-ки. Вот здесь есть одна интересная штука. Можно читать очень много исследований и ничего не понять. То есть у меня был еще один проект, когда я занималась разными поколениями и думала про то, как к нам на площадку привлечь более молодых ребят, ребят из поколения Z. Исследований про это, ну просто море. Можно перечитать весь интернет, но на тот момент я как бы читала, но все еще не могла погрузиться в тему, и мне все еще было это, ну как будто бы непонятно, как будто бы это все не по-настоящему, и вот они пишут в интернете эти статейки, но на самом деле таких проблем нет. И я просто поговорила с этими людьми, погрузилась в проблемы, поняла, что да, окей, я потратила там какое-то время на то, чтобы с ними поговорить и провести интервью. В целом узнала все то же самое, что написано в тех же исследованиях, которые были в интернете, но тем не менее погрузилась в тему, и благодаря этому мне стало чуть проще дальше работать с этой темой. Поэтому иногда имеет смысл провести такое исследование еще раз для того, чтобы просто самостоятельно лучше в эту штуку погрузиться. Ну и дальше начинается самое интересное, это аналитика. Покопайтесь в цифрах и поймите, а где у вас точки роста. Что можно сделать? Ну, во-первых, можно посмотреть, есть ли какие-то отчеты по этой теме, которая вас интересует. Предположим, что отчеты есть. Как думаете, какой косяк с этим может быть? Почему этого недостаточно? Просто понять, что он есть, и все хорошо. Сравнивать не с чем. Хорошая. Другой домен? Что ты имеешь в виду? О, нет, ну это же наш отчет. Окей. Я прям недавно расскажу короткую историю, прям недавно с этим столкнулась. Мы посмотрели, что у нас начали жестко падать новые пользователи, количество новых пользователей, которые устанавливают Авито на мобильное устройство. Мы начали поднимать тревогу, что происходит, почему. Нашли еще два отчета, и все три отчета были разные. Причем они отличались не на десятки тысяч пользователей, а прям на несколько миллионов. И вот мы смотрим в эти отчеты и понимаем, что, ну, возможно, из них правильный вообще никакой. Поэтому даже если вы находите какие-то метрики, которые у вас есть, если это новая тема, которой до вас никто не занимался, даже если не новая, все равно проверьте, откуда там данные, и правильно ли оно логируется, и вообще что это за данные, которые вы видите в отчете, потому что, к сожалению, очень часто данные вообще неправильные, и вы на них смотрите, вы на них ориентируетесь, и потом понимаете, что это вообще не то, что вам нужно. Если отчетов нет, то, соответственно, их нужно сделать, проверив предварительно, есть ли у вас на это логирование, если нет, если это мобильная разработка, то еще заложите релизный цикл и отложите получение данных чуть на потом. И еще один важный момент, который на самом деле в аналитике важно сделать даже до того, как вы вообще начинаете работать с цифрами, это подумать, о чем вы их будете сравнивать. Ну, например, конверсия новых пользователей в Авито из пришедшего человека в покупатели 5%. Это хорошо или плохо? А было? А стало? Ну, как бы вообще непонятно, что такое 5%. Ну, окей, допустим, стабильно 5%. Ну, все еще непонятно, а хорошо или плохо? С чем можно сравнить? Здесь можно посмотреть на бенчмарк по рынку, то есть либо на конкурентов, либо на, ну, не совсем конкурентов, но на сервисы, к которым вы хотите стремиться. Например, мы Авито периодически сравниваем со всякими соцсетками с точки зрения вовлечения. То есть нам важно, чтобы пользователь так же часто приходил на Авито и что-то покупал и залипал. Ну, понятно, что мы не сможем стать вторым Фейсбуком, но тем не менее мы примерно туда смотрим, чтобы ориентироваться, о какой уровень вовлеченности там и куда хотим прийти мы. Либо можно посмотреть на какой-то другой сегмент пользователей. Например, новичков на Авито я часто сравниваю со старичками, потому что, ну, понятно, опять же, новичков мы не сделаем такими же, как старичками, прям в первую же сессию, но тем не менее это такая полярная звезда, к которой можно стремиться, чтобы было понятно, а вообще какие там метрики есть. Вот после такого проведенного анализа, что я поняла? У нас есть две дырки. То есть я посмотрела на новичков, на метрики, на метрики старичков, поняла, что, о, клево, у меня есть две дырки. У меня проседает конверсия из новичка в покупателя как раз, и у меня жестко проседает возвращаемость. То есть если человек отваливается, то дальше он не возвращается, и доля вот таких людей, которые попробовали, поняли, что что-то не так и ушли, очень большая, и там есть большой потенциал для роста. Посмотрела, что там можно сократить как раз вот этот вот разрыв, и поняла, что, о, клево, а давайте посмотрим, что вообще на рынке происходит, что делают люди на рынке вот именно вот с этими двумя местами, что они делают с новичками, которые только приходят, и, может быть, они как-то пытаются возвращать людей, которые ушли из их сервиса. Что такое рынок, что здесь важно посмотреть? Ну, на рынке можно посмотреть на конкурентов, и, как я уже сказала, на те сервисы, которые не являются, может быть, вашими конкурентами, но, тем не менее, либо похоже по джабам, то есть примерно, что они делают, допустим, помогают вам убить время, помогают вам позалипать, либо просто вы хотите в них стремиться, чтобы примерно достичь их показателей. Ну, и люди, это суперважно, попробуйте познакомиться с людьми из этих компаний. Я, например, перед тем, как начала этот стрим, успела познакомиться с ребятами из Тиньков, с ребятами из Яндекса, пообщаться, поспрашивать, что вообще делают они, и как у них устроено это все. Соответственно, исследований, на самом деле, на рынке достаточно много. Я, например, заметила, что очень многие компании сразу, новичков как-то пытаются онбордить и ведут к первому целевому действию, там, например, в еду. Есть примеры обучающего контента. Это не суперлевантно для Авито, но, тем не менее, посмотреть можно было, например, в Тиньков инвестициях. Кто пользовался хоть раз Тиньков инвестициями? Ага, видели, там у них академия, где они прям обучают вас инвестировать. Ну, вот мне, например, было суперприкольно. Я первый раз установила, вообще тогда ничего не понимала, что это такое, и там какой-то мини-курсик, где мне на ненастоящих монетках показали, как этим всем пользоваться. Есть миллион экспериментов, которые проводили, например, ребята из FLO. Кстати говоря, с их продуктом я тоже успела познакомиться и спросить вообще, что, как они проводили, какие АБ у них классные, какие нет. Ну, и отсюда уже начинает формироваться картинка. И вот дальше начинается, наверное, самый сложный для меня этап, потому что вгрузить в себя кучу информации несложно. Просто иди, ищи, читай, и все будет здорово. А вот дальше начинается самый сложный этап, это структурирование. И что вот здесь вот обычно я делаю? Я просто беру все, что я успела узнать, вываливаю это куда-то. Но я лично люблю пользоваться бумагой, вываливаю это на листы А4, поэтому у меня рабочий стол весь вот так вот в стикерах и в листах А4 завален. Вот, кому-то нравится мир, кому-то нравятся документы, вообще неважно куда. И вот тут наступает дальше этап, за который я себя раньше очень сильно ругала, теперь нет. Вы просто даете себе время это переварить. Причем реально можно вообще отвлечься на какие-то другие задачи, вообще не думать об этом проекте и просто дать себе время это переварить, потом наступает какая-то магия, потому что, ну, видимо, наш мозг так устроен, он просто эту информацию переваливает и в какой-то момент выдает вам, ну, пусть не идеальное, но тем не менее какое-то первое решение, которое уже можно дальше применять. У меня, например, вот с последним проектом, про который я сегодня не стала рассказывать, потому что вот он сейчас прям как раз на стадии структурирования, случилось именно так. Я два дня вообще о нем не думала, легла спать. Практически уже уснула, просто открываю глаза, понимая, что вот, все, да, классно, я придумала. Я проснулась, я заставила себя встать, взяла листочек А4, все зарисовала, утром посмотрела. В целом даже адекватно. Двум из трех людей я смогла это продать, третий задал очень классные вопросы, поэтому я пошла переделывать. Но тем не менее, для первой картинки вот такая вот штука очень классно работает, то есть начинаете после того, как вы немножко это поварили у себя в голове, начинаете структурировать и набрасывать уже примерную группировку, то есть как вы дальше будете выстраивать этот проект. Ваша основная цель ответить, вот вернемся к тем вопросам, с которых я начинала, ваша основная цель ответить на первые три, о чем вообще направление, о чем будем делать, какие у нас точки роста, а это вы узнали, потому что вы посмотрели на метрики, и как мы будем вообще, какие у нас ключевые мейстоны, то есть как мы будем эти метрики качать. И это у вас тоже уже может сформироваться, исходя из того анализа, который вы сделали, вы посмотрели исследование, то есть вы поговорили с людьми, и вы посмотрели на рынок, посмотрели, что делают конкуренты, ну, либо другие сервисы, то есть у вас уже примерная картинка в голове есть, начинаете структурировать. Это окей, что у вас получится, скорее всего, не с первого раза, то есть я, например, здесь прошла аж три этапа структурирования, то есть я пробовала раскладывать новичков на обычную воронку, привлечение, активация, удержание. Я пробовала думать про разницу поколений, вот у нас сейчас есть поколение Y, потом придет поколение Z, чем они отличаются. Тоже ничего не получилось, и потом в итоге я пришла вот к такой структуре. Я говорю, что у нас есть новый пользователь, через какое-то время он становится у нас покупателем первый раз. Если все пошло хорошо, то он потом возвращается и становится у нас активным покупателем, ну, как минимум в одной вертикали, например, вы пришли купить запчасти для автомобиля и возвращаетесь каждый раз, покупаете новые запчасти. Вы стали у нас активным в одной вертикали. Если все пошло совсем круто, то вы стали у нас активным сразу в нескольких вертикалях, Например, вы покупаете запчасти для автомобиля и еще какие-нибудь товары для детей. То есть у вас есть маленький ребенок, и вы постоянно покупаетесь там. Если что-то пошло не так, либо до первой покупки, либо после нее, вы можете отвалиться, стали у нас черн-юзером, и мы вас как-то пытаемся вернуть. Типа, ребята, возвращайтесь, у нас все еще классно. И если вы вернулись, то вы стали возвращенным покупателем, ну и дальше ту же цепочку, мы пытаемся вас активировать в как можно большее количество вертикалей. Если мы вас вернуть не смогли, то вы длинно становитесь потерянным юзером, ну и через какое-то время мы вас снова считаем новичком. Почему? Потому что за полгода, год, два года Авито может настолько сильно поменяться, что вам придется заново объяснять, а что здесь и как. Соответственно, дальше вот из этой структурки вы как раз и выделяете те точки роста, о которых мы говорили раньше. То есть я говорила из аналитики, что у меня есть две большие точки роста. Это конверсия нового пользователя в покупателя. Вот она, первая точка роста. И это возвращение ушедших пользователей. То есть там тоже у нас очень большая дырка, и много пользователей отвалится, мы их не возвращаем. Вторая точка роста. Здесь, на самом деле, дальше, когда я уже эту структурку нарисовала, я поняла, что круто, у меня еще есть третья зона роста, потенциальная зона роста, о которой я не подумала на старте, когда смотрела цифры, ну просто потому, что у меня еще не было этой картинки в голове, и я туда даже не смотрела. И здесь, на этом этапе, я поняла, что, о, клево, ну как-нибудь потом до нее тоже доберусь, чуть позже, после того, как закроем первые две дырки. После этого вы начинаете смотреть хорошо, какой у меня здесь потенциал. То есть вот мы разложили структуру, мы поняли, какие у нас точки роста, что мы хотим достичь, и самое главное, как мы хотим достичь. То есть мало сказать, что, ну вот у меня, допустим, конверсия 5%, к сожалению, я не буду говорить настоящие цифры, потому что не дей. Допустим, у меня конверсия 5%, я сделаю 35%. Ну, мало сказать, что я сделала, надо подумать, как. Хотя бы примерное направление, а что вообще-то будешь делать, потому что если вы этого не скажете, то, ну как бы непонятно, а может быть никто не может сделать 35%, потому что этого невозможно сделать. Соответственно, здесь вы по каждой точке роста проходите и ставите, какой процент по метрикам вы хотите вырастить, и что примерно вы будете делать. Ну вот на примере первой точки роста я ращу конверсию в покупателя. Я хочу вырастить конверсию на x% retention, на y% за счет чего? Я сделаю онбординг, потому что в Авито нет онбординга вообще никакого. То есть вы открываете Авито первый раз, скачиваете приложение, мы вас берем, вот так вот бросаем в воду и говорим «плыви». То есть мы вообще никак не помогаем. Сейчас, на данный момент, человеку освоится и понять вообще, что здесь и как работает. Поэтому как минимум вот эту вот дырку можно попробовать закрыть. Онбординг есть у всех. Причем это не обязательно должен быть такой бесячий онбординг, который вот так вот выскакивает, заставляет вас что-то читать и не дает вам дальше пройти без, не знаю, регистрации, например. Здесь можно вкладываться в разный обучающий контент, даже не обязательно его заставлять человека читать, но тем не менее он может быть для того, чтобы как Тинькофф Инвестиции, если вы не понимаете, вам нужна помощь, мы где-то рядом, мы могли вам помочь, потому что сейчас, ну, даже в поддержку попасть новому человеку довольно сложно. И точно то же самое вы прописываете по всем остальным точкам ростом. То есть для второй точки роста смотрите целевую метрику, здесь реактивированные покупатели, думаем, как будем возвращать этих покупателей. Для роста, кросс-вертикальности, то есть чтобы человек покупал в как можно большем количестве вертикали, тоже смотрим, какая метрика там, какие ключевые циативы будут бить туда. Ну и дальше начинается на самом деле, ну, для меня уже довольно простые и понятные этапы, потому что после того, как у вас появилась структура, вы понимаете, что вы будете делать, как вы будете делать, вам осталось просто разложить это уже на таймлайн и поставить roadmap. Вот здесь вот, конечно, начинается плотная работа с тем людом, либо с разработчиками, чтобы примерно понимать, сколько все это будет стоить, и сколько по времени это займет. Что здесь важно? Важно показать прям супер верхнеуровнево по месяцам или по кварталам, когда вы будете этими темами заниматься и когда вы получите первый результат. Потому что если вы продаете идею бизнесу, вы продаете идею C-level ребятам, CPO, CTO, им, естественно, не очень интересно, что и когда вы будете делать, им интересно, когда мы получим результат в метриках, в деньгах, в чем угодно. Соответственно, на roadmap мы примерно это отмечаем. Вот у меня точка роста 1, я там ращу конверсию в покупателю, я буду заниматься ей первый и второй квартал, а во втором квартале у меня будет первый outcome, который я смогу показать по тем метрикам, в которые я целюсь. И точно так же расписываете по всем остальным вашим точкам роста. После этого начинаете уже первые эксперименты. И вот здесь очень прикольная штука. На этапе, когда у вас готов roadmap, вот это вот все показываете, все красиво рассказываете. Здесь иногда просыпается такой внутренний самозванец, который говорит, а может быть, я все это придумала, и этого вообще не существует, и этого вообще не произойдет, и все вообще не так. То есть мы что-то начнем делать, и ничего не будет расти, и метрики вообще никак не пошатнутся. Это абсолютно нормально. Мне кажется, такая штука, ну, по крайней мере, с кем я разговаривала, все проходят через этот этап, когда нет, это все не сработает, я не могу об этом говорить, потому что это все не так. Поэтому здесь важно начинать с маленьких шажочков и проверять первые гипотезы, которые позволят вам как можно быстрее понять, а в ту сторону вы идете или вообще нет, и просто на 180 градусов все поменять. Лучше узнать это раньше, расстроиться, чем сделать весь проект и через два квартала понять, что это все не сработало, и нужно что-то менять. Поэтому начинаем с совсем маленьких штук. Если это поможет до старта проекта, еще до того, как вы это кому-то продаете, защищаете, то можно сделать их, какие-то супердешевые АБ-тесты, и посмотреть вообще метрики, в ту сторону красятся или не красятся, и что-то пользователи говорят, хорошие или не говорят. Вот, это, наверное, примерно все, что я хотела рассказать по этой теме. Я все равно на слайд вынесла, давайте еще разочек пройдемся по всему, что сегодня было на слайд, вынесла основные штуки, которые я хотела с вами поделиться. Во-первых, на какие вопросы стоит ответить, когда вы начинаете новый проект или хотите защитить какую-то новую идею, или даже для себя ее описать и защитить ее перед собой. Вот эти вопросы. И как вообще к этому всему подступиться? Как я сказала, делим это все на четыре этапа. Первый этап — дискавери мы в себя вгружаем вообще по максимуму информацию, которую только можем. Ищем людей, с которыми можем поговорить, ищем исследования, цифры, смотрим на рынок и так далее. Дальше это все структурируем, превращаем в роудмэпчик и в итоге начинаем с малюсеньких шишочков запускать первые эксперименты, смотреть в ту сторону, мы двигаемся или нет. Если нет, то меняем на 180 градусов и начинаем делать что-то новое. Вот, у меня на этом все. Спасибо всем за внимание. Если есть вопросы, то готовы ответить. Большое спасибо, Аня, за доклад. Вопросы, конечно, есть. Спасибо за доклад, было очень интересно. Алексей, компания Плеск. У меня вопросик вот по поводу дискавери. Как раз, скажем так, дискавери — большой объем работы, если в одну каску делать, вот как-то, может быть, инженеры команда, продуктовая команда, могла бы здесь помочь? Если да, то вот с какими задачами? Помочь продукту лучше, быстрее пройти дискавери. Ну, я скажу так. У меня был кейс, когда у меня разработчики помогали с дискавери каких-то небольших фичей, то есть я понимаю, что в рамках вот этого всего мне нужно с дискаверией какую-то штуку. Например, мы в команде делали маршруты, то есть чтобы человек мог в авито посмотреть сразу, где находится товар, построить до него маршрут. Я просила разработчиков, которые хотели в этом поучаствовать, поучаствовать и пообщаться с пользователями. Они реально это делали. Но на этом этапе, как правило, я еще не привлекаю разработчиков, потому что для них это совершенно другая работа, и этому нужно учиться. Я их сильно привлекаю на этапе технического дискавери, потому что на третьем этапе планирования мне придется эту штуку примерно оценивать по срокам. Им нужно понимать, что это вообще технически, и что им нужно будет сделать, на какую архитектуру заложиться. Поэтому вот здесь вот я где-то на этапе структурирования я начинаю вкидывать в ребят отчетом примерно за идеи, как это можно сделать, и они уже вместе со мной, у нас прям есть отдельная встреча технического дискавери, начинаем обсуждать и накидывать какую-то структурку. Получается, разработчики работают уже с идеями решений или все-таки с проблемами участвуют? Вот на этом этапе еще с проблемами. То есть на этом этапе я им вкидываю, что, ну смотрите, вот мы никак не обучаем новичков, наверное, надо какой-то онбординг им показать, и ребята сами вбрасывают какие-то штуки, которые мне в том числе еще влияют на продуктовые решения. Супер, спасибо. Куда смотреть? Доклад, и у меня вопрос, вот сколько времени ушло на вот тот конкретный дискавери, который вы рассказывали, первое, и второе, вы говорили, что можно, допустим, пообщаться с ребятами из других компаний, вы специально знакомитесь, там выходите, то есть где та площадка, где вы знакомитесь с этими людьми, как вы их находите? Окей, но у меня нет простого ответа на этот вопрос. Сколько времени? Давай сначала про это расскажу. Вот на первую вот такую штуку, на первый проект у меня ушел примерно месяц. Дальше каждый новый такой проект занимает меньше времени, потому что я уже понимаю, какие этапы мне нужно пройти, и сразу начинаю вкидывать это в разных людей, общаться. Как правило, здесь суммарно на большой проект около месяца может уйти, потому что вот здесь вот очень сильный затык в аналитике. Если отчетов нет или метрики не логируются, то это нужно сделать, и нужно подождать, пока оно все залогируется. Если нет исследований, а без исследований никуда, то нужно потратить все время на то, чтобы поговорить с пользователями. Это тоже занимает все какое-то время. Поэтому первый раз у меня было около месяца, сейчас я изучаю продукт, но порядка двух недель у меня на это все ушло. А про то, где знакомиться с этими людьми, так как я веду небольшой телеграмм-канал, у меня очень много знакомых продуктов, поэтому обычно я просто вбрасываю в продукта из компании и говорю, например, Вань, познакомь меня просто с кем-нибудь из заказа. Очень надо про вот эту тему, и вот так. Привет. Еще вопросы? Да, привет. Спасибо большое. Такой вопрос. Когда появляется новая тема, ее никто еще глубоко не копал, и нужно закоммититься на какие-то цели по метрикам. Как вот сказать, что X будет вот такой, а Y такой, хотя еще ничего не понятно, никаких исследований не было, но бизнес ждет этого ответа. Обожаю этот вопрос, и я постоянно задаю его своему руководителю и говорю, ну как я могу сейчас закоммититься на какую-то метрику, если я еще no fucking idea, что там на самом деле произойдет. И на что мне руководитель отвечает, ну так делают все. Все ставят какие-то цифры, примерно в которые они верят, смотрят там пессимистичный сценарий, оптимистичный сценарий, ну а дальше как пойдет, если что, переобуемся. По факту, что я делаю, я просто строю примерные финмодельки в Excel, то есть думаю, окей, вот у меня сейчас есть вот эта метрика, за счет чего она изменится, что на это может повлиять, и просто выстраиваю какие-то зависимости. Мы прямо вчера такое упражнение проделали с девочкой, которую я менторю. Она там хотела развернуть рекомендашки сделать из 12 рекомендашек, вот такое полотно вниз написает одну рекомендашку, и вот мы с ней смотрели, окей, можем ли мы померить, какая у меня кликабельность на каждой следующей странице. Есть, допустим, поиск, это девочка из бирмаркета была, есть поиск, мы знаем, насколько люди скроллят вообще товары вниз, примерно понимаем, сколько будет доскраливать. Примерно знаем, какая у меня кликабельность позиции там на каждой следующей странице, Примерно знаем, какая у меня конверсия. И вот таким образом приходим. Как правило, строим просто два сценария и в этот коридор стараемся попасть. Привет, Даниил, компания Юла. Коллеги, такой вопрос. Бывает так часто, что прибегает продукт с прекраснейшей идеей, с прекраснейшим каким-то планом с X и Y. У команды очень большие глаза на это все, и ей приходится этим заниматься. Вопрос в следующем. Насколько глубоко вы погружаете команду в процесс, когда вы придумываете то, чем вы будете заниматься? Следующий квартал, два, три, четыре. Очень хороший вопрос, потому что для команды это может быть очень большим стрессом. И именно в этом проекте я считаю, что я, например, зафейлила коммуникацию с командой, потому что я рассказала им сразу всю глобальную картинку, когда я прошла вот эти. Этапы, и потом мы уже перешли к структурированию, оценке того, сколько это будет стоить. Команда просто офигела, потому что мы раньше были вообще другим юнитом, мы занимались гео, мы делали карту, мы делали всякие маршруты, вот такие вот фичи. И вот я прихожу, говорю, ребят, мы тут делаем сейчас онбординги, сторисы и вообще другое, вообще другое. Там с точки зрения сервисов вообще в другие места надо было лезть, у команды вот такие вот глаза, и они офигели. Сейчас я стараюсь закидывать как можно раньше, даже не погружая там супер сильно в концепцию, не заставляя их вот сюда вот лезть и прям глубоко копать, но я стараюсь как можно раньше, когда у меня появляются какие-то идеи, какие-то штуки, в какую сторону мы дальше пойдем, подводить команду о том, почему мы в эту сторону идем, то есть на каких-то встречах просто закидывать. О, смотрите, у нас вот здесь вот какая-то дырка в метриках, представляете, что нашла там, на дейлике что-то вкинуть. И потом постепенно вот в тех discovery говорит, ребят, кажется, вот у нас вот здесь что-то не так. Короче, команде нужно очень плавно про это начинать рассказывать, и как можно раньше начинать их вот тем погружать, чтобы они подумали, не, ну это уже мое, я там уже что-то ей там где-то помогла посмотреть, как это технически работает. Им уже проще это принять, чем просто вот так вот сразу на них вывалить. Это жесть. Привет, спасибо большое за доклад. Компания Галерея Лабс, Арсений. Скажи, пожалуйста, вот в процессе итерации, когда делаем что-то большое, сложное, непонятное, да, у нас есть несколько гипотез, которые мы, ну, собственно, тестируем в итерации, в какой-то момент нам нужно, либо мы гипотезу затаскиваем, либо нам нужно прекратить в какой-то момент тестить эту гипотезу. И вот можешь поделиться какими-то кейсами, как у вас компании решают, а когда, собственно, нам надо прекратить уже тащить эту штуку и попробовать что-то еще. Тоже клевый вопрос. Мне нравятся вопросы, которые вы задаете. Задаете на них нет одного простого ответа, типа через три итерации. Зависит от потенциала и от того, сколько ресурсов ты это вкладываешь. То есть, например, если у тебя потенциал там плюс 50% выручки, ты можешь потратить больше ресурсов на то, чтобы проверить, а вообще получится эту штуку сдащить или нет. Если у тебя потенциал плюс 1% выручки, и ты как бы уже ресурсов тратишь несколько месяцев, то, ну, вопрос, стоит или не стоит. Например, мы делали, когда еще занималась гео-карту, мы затаскивали монетизацию карты. Мы хотели, чтобы у нас пользователи могли свои объявления на карте продвигать, делать их зелененькими, как вот сейчас, например, у индекс-недвижки эта штука есть, выделять их там поярче и вот это все. И мы потратили на это три итерации гипотез. На третью итерацию я поняла, какой там потенциал по выручке. И сказала, что не, короче, там доработок еще на полгода, а потенциал по выручке, ну, типа, не такой, чтобы мы еще полгода в это впахивали, не надо. И на этом мы притормозили. Я пришла в команду недвижки, в команду монетизации, всем это рассказала. Недвижка сейчас забрала и затаскивает это своими силами, потому что для них вот этот кусочек выручки сейчас оказался важным, ну, потому что, сами понимаете, что происходит в мире, недвижимость себя чувствует не суперхорошо. В тот момент времени, когда мы этим занимались, это был вообще не тот пансов, ради которого можно было вкладывать такие ресурсы. Понял, спасибо. Привет. Здравствуй. Слушай, у меня такой вопрос, я не очень понял. А как вы оцениваете и приоритизируете те точки роста? Вот, допустим, их не 2-3, как ты показала, а 20 и 30, и каждую же из них надо исследовать? Тебе. А какую, считается, первую? Смотри, хороший вопрос. Здесь в первую очередь я смотрю на аналитику, на то, какой там вообще может быть потенциал роста. Это вот больше будет понятно на том проекте, который я сейчас сделаю. У меня глобальная цель — это вырастить количество покупателей на платформе, чтобы покупали люди больше. Даже не конверсия, а просто количество покупателей в абсолюте. И дальше я смотрю, какие метрики могут в эту штуку бить. Вот я разложила, у меня там 10 метрик, которые потенциально могут бить, и везде у них есть какой-то потенциал роста. Прикидываю, какой у меня потенциал роста в каждой метрике. Это с аналитиком делается не очень сложно, но вот за одну ночь мы с ним это сделали. Я очень попросила, я не заставляла. В общем, смотрим, какой потенциал роста в каждой метрике и прикидываем. Окей, допустим, мы вот эту метрику качнем на весь потенциал. Как у меня изменится моя глобальная метрика, вот эти покупатели? И дальше я просто смотрю, какая метрика сильнее влияет на конечную на покупателей, и начинаю с этой штуки. То есть вот ровно то упражнение, которое я закончила позавчера. Продолжение следует...